За плечами у Куручбека Токтотемирова более 35 лет трудового стажа. Ежемесячно с его заработной платы в соцфонд отчислялось по 2%. За это время в накопительной части сформировалась значительная сумма, которую теперь можно потратить на погашение ипотечного кредита. По такой программе младший брат Токтотемирова уже приобрел дом. Сейчас и он подумывает приобрести жилье. Я пришел в банк узнать условия, по которым я могу получить ипотеку. То, что сейчас открывается возможность погасить часть кредита за счет накопленных средств в социальном фонде – это очень хорошие условия. Я планирую ими воспользоваться при покупке жилья. Согласно постановлению Кабмина, пенсионными накоплениями смогут воспользоваться граждане, имеющие на сегодня ипотечный кредит, а также их супруги в целях погашения основной суммы долга или процентов по кредиту. При этом в накопительной части личного страхового счета должны быть пенсионные накопления в размере не менее 50 тысяч сомов. Мы даем право тем, у кого уже есть кредит. До этого было только те, кто первоначально получает кредит. А сейчас те, кто уже получил, потому что много было обращений, что кто-то пропустил, кто-то не знал, а у него есть накопление. Поэтому мы дали им право, те, у кого уже есть кредит ипотечный, чтобы могли погасить часть ипотеки. И плюс еще супругам тоже дали возможность. Участники госапотечной компании должны собрать незначительный пакет документов и подать заявление в банк для выдачи кредита. Для того, чтобы использовать свои средства пенсионных накоплений для погашения ипотечного кредита или как первоначальный износ, то вам необходимо в социальном фонде взять выписку из личного страхового счета и со всеми документами для ипотеки сдать в коммерческий банк, где вы берете кредит. После коммерческий банк дает подтверждение через ГИК, государственную ипотечную компанию, нам в соцфонд, где указывается на какой транзитный счет надо перечислить эти деньги. После того, как мы получаем подтверждение от банка, мы уже перечисляем эти деньги на транзитный счет в этом коммерческом банке. Данной возможностью могут воспользоваться не только участники госапотечных компаний, но и получатели коммерческих ипотек. Но условия для всех одинаковые. Главное – это отсутствие собственного жилья. Уже на протяжении более двух лет в рамках проекта совместность госапотечных компаний по реализации их ипотечных кредитов в каждом перечне для наших участников указана такая возможность. То есть для банка достаточно предоставить выписку о наличии у участника накопительной части суммы по отчислению соцфонд по накопительной части. То есть из 10% 2% является накопительной. И по текущим условиям и нормативным документам социального фонда участник может получить выплату эту в качестве первоначального взноса при получении ипотечного кредита. Согласно тому же постановлению Кабмина накопленные средства для погашения ипотечного кредита могут использовать и супруги заемщика. Кроме того, безработные лица также из накопленных средств соцфонда в течение трех месяцев могут получать поддержку в размере прожиточного минимума. Для этого также нужно обратиться с заявлением в социальный фонд по месту жительства.